МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире студия Факт. Выпуск новостей. С вами Юлия Гурьянова. В начале выпуска коротко. Основные темы. Великой победе посвящается... Это война, в которой воевала Россия, и она выиграна. Более 600 мероприятий пройдет на Ямале в рамках недели памяти, которая стартует в округе в преддверии 9 мая. Спорт на севере. Настрой боевой. Готовы выигрывать всех. В Тазовском прошли соревнования по дартсу и настольному теннису за счет окружных сельских игр. Театр для всех. Как режиссера, хочу сказать, им веришь. Новая творческая студия районного центра представила свой первый спектакль. Тазовский готовится к большому патриотическому марафону. Завтра на Ямале стартует неделя памяти, посвященная 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В это время в округе пройдет более 600 акций. В образовательных учреждениях нашего муниципалитета уже состоялись несколько мероприятий, приуроченных к 9 мая. О патриотических акцентах в преддверии памятной даты Екатерина Фомичева. Издалека в этих окнах нет ничего необычного, но если присмотреться, видно, они все говорят словами «Победного мая». В детском саду олененок памятной дате начали готовиться заранее. Предпраздничное настроение царит и внутри образовательного учреждения. Воспитатели проводят с детьми патриотические беседы, игры и мастер-классы. Один из них посвящен созданию открыток к 9 мая. Открытка нестандартная, в форме треугольного конверта. Внутри небольшой подарок – георгиевская ленточка. Снаружи яркие украшения, атрибуты праздника – голуби мира, весенние цветы, слова поздравлений. Готовые подделки дети планируют подарить ветеранам, которые посещают Центр забота. 9 мая отмечается День Победы России, и мы даром открытки. Это война, в которой воевала Россия, и она выиграла. Для нее это очень важно, чтобы все из-за этого были дружными и не нравились больше. Россия крутая, самая лучшая Россия в свете, где еще много людей хороших. В патриотической неделе приняли участие и воспитатели. Они собрали 20 коробок со сладостями и 15 мешочков с необходимыми мелочами – спичками, булавками, бинтами и пластырями. В ближайшее время педагоги передадут посылки добра в муниципальный штаб «Мы вместе». Обратите внимание, у нас земляки-герои. Это вот шесть человек, которые ушли с Ажевского района, и вот живыми они сюда вернулись после войны. А это уже музей Тазовской школы-интерната. Здесь подготовлена тематическая выставка ко Дню Победы. За стеклом миниатюры боевых самолетов и танков. Настоящие гильзы с полей сражений, которые привозили учащиеся с раскопок, документы и фотографии солдат. Ознакомительные экскурсии уже стартовали и продолжатся на следующей неделе. У нас уже сегодня с утра было две экскурсии. Пришли вторые и третьи классы. То есть они вообще в восторге были. Один даже мальчик сегодня узнал, что у него дедушка, а даже прадедушка участник трудового фронта. Он об этом не знал. В это же время юные активисты украшают школу, вырезают символические картинки и создают композиции на окнах. У нас появляется очень много радостных эмоций и нам очень нравится украшать кабинеты. Мы объединяемся благодаря этому и становимся более дружнее. Большой патриотический марафон в Тазовском стартовал в преддверии окружной недели памяти. Она пройдет с 6 по 14 мая. В нашем муниципалитете на это время запланированы десятки тематических акций, конкурсов и мероприятий. Екатерина Фомичева, Денис Михайлов, Студия Факт. Губкинские школьники изготовили значки ко Дню Победы для георгийских лент с помощью высокотехнологичного оборудования. Работают ученики на станках с числовым программным управлением. Основа значков фанера, декорированная гравировкой с праздничной символикой. Уже изготовлено 30 штук, еще 50 ждут своей очереди. Это очень важно, потому что сколько они сделали для нас, освободили весь мир от фашистских захватчиков. Данные значки изготавливаются на станках ЧПУ с применением фанеры, с применением георгиевской ленты. И это процесс очень трудоемкий, потому что дети используют новые технологии, применяют программирование. То есть дети сами программируют, находят какие-то силуэты, значков. На примере, я вам показываю, вот такой вот они выбрали значок и воплотили в жизнь. Благодаря национальному проекту образования губкинские школы оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое дает возможность школьникам изучать основы 3D-моделирования, 3D-печати, робототехники, получить навыки работы на швейных, вышивальных машинках и станках с ЧПУ. В школах города установлено 16 ЧПУ-станков, по 9 лазерных станков и 3D-принтеров. Занятие на таком оборудовании позволяет познакомить юных северян с различными видами технического творчества, обучают полезным навыкам и помогают с выбором направления будущей профессии. Чтобы сделать самим, мы заходим в программу CorelDRAW и создаем там файлы либо символы. После этого мы заходим в программу RDVortex и помещаем туда эти самые файлы. После этого у нас включается лазерный станок и там напечатываются эти файлы. Для того, чтобы это произошло, мы должны нажать на кнопку «Старт», и тогда он будет работать уже сам. В Губкинском третий год подряд реализуется проект «Будильник». Школьники своими руками изготавливают вещи, активно используют для этого современное оборудование. Для воспитанников детских садов учащиеся делают развивающие игрушки и конструкторы, для военнослужащих – медальоны, талисманы и шевроны, для городских мероприятий – значки, презентационные и раздаточные материалы с различной символикой. На арктические линии выходят беспилотные «КамАЗы». Умные автомобили доставляют грузы с большой земли на восточно-месоявское месторождение. Продолжение темы. Далее. То, что еще вчера оказалось фантастикой, сегодня уже реальность. На автозимник, связывающий самое северное материковое месторождение нефти в стране, с Тазовским выходят беспилотные автомобили. За рулем «КамАЗа» нет водителя. Благодаря инновационным решениям российских разработчиков умная машина едет сама. Управление происходит с помощью высокоточного навигационного оборудования. Также на машине установлено лидарное зрение, радарное зрение и нейронная сеть, которая позволяет определять объекты, также останавливать машину и управлять им беспилотно. Первые испытания к ранним северам грузовики-беспилотники прошли на восточно-месоявском месторождении три года назад. Тогда они безаварийно преодолели 2500 километров и продемонстрировали весь потенциал цифрового ресурса. Умный автомобиль не устает и не ошибается даже в условиях плохой видимости. Современное навигационное оборудование позволяет двигаться по заданной траектории с точностью до 20 сантиметров. Лидары и сонары находить объекты и рассчитывать расстояние до них, а видеокамеры составлять цифровую дорожную карту. Восточное мясояха – это умное месторождение. У нас принимаются цифровые решения при строительстве, нефтедобыча, а теперь появились в транспортной сфере беспилотные КАМАЗы. Это прежде всего вопрос безопасности и развития логистики доставки грузов, что крайне важно в условиях Арктики. Первым в путь выдвигается автомобиль, который контролирует водитель. Далее – беспилотник. В одной колонне может быть до 20 таких КАМАЗов. Скорость автомобиля выдвигает беспилотный режим доставки грузов в час. Возможно, мы его ускорим еще. Контроль за перемещением грузовиков осуществляется из Центра управления «Газпромнефтенабжения». Связь между машинами и оператором поддерживается с помощью Wi-Fi и беспроводной высокоскоростной передачи данных. От нефтяного промысла до ближайшего населенного пункта – почти 150 километров. В «Газпромнефтенабжение» в 2023 году было перевезено порядка 50 тысяч тонн груза по автозимнику, что составляет 1326 рейсов. В том числе в этом году принимали участие беспилотные КАМАЗы, которые также приняли активное участие в данном мероприятии, что можно назвать историческим событием. Я уверен, что беспилотные КАМАЗы также в будущих периодах будут перевозить и выполнять задачи, которые будут поставлены нам для выполнения работы. Самый северный материковый нефтепромысел в стране – Восточный Мясояский – сегодня с полным правом можно назвать цифровым месторождением. Искусственный интеллект здесь внедряется не только в сферу доставки грузов. Программные решения помогают эффективно управлять нефтедобычей, повышают безопасность и скорость процессов, помогают контролировать состояние вечной мерзлоты и обеспечивать экологическую безопасность. Юлия Гурьянова, Денис Михайлов, Студия Факт. Главные события уходящих семи дней – важные факты и актуальные комментарии. Все это в итоговой панораме недели. Она выйдет в эфир в воскресенье в 19 часов. И вот о чем пойдет речь. Люди хотят, власти делают. Озвучивать идеи по благоустройству проблемных территорий можно и нужно. Проектный офис уютного Ямала открыт. Заявки принимаются до 10 июня. Битвы, полководцы и памятники героям. 25 вопросов и 45 минут, чтобы дать ответы. В помощь фотоподсказки северяне написали диктант победы. Знания о Великой Отечественной проверили 300 жителей Тазовского района. Не греет, а жжет. Чем опасны греющие кабели для септиков? Кто должен их проверять? На фоне трагедии, произошедшей в Лабутнанге, обсудим актуальную тему. Детали в интервью программы. Раз в неделю зал Малельный превращается в учебный класс. При мечети в Тазовском появилась воскресная религиозно-просветительская школа. Чему учат? Расскажем и покажем. Тренировки, работа в команде и даже первые рекорды. Самые серьезные, веселые старты. В Тазовском прошла спортикиада дошкольников. Патриотический марафон. 7 часов, 60 номеров, 1000 участников. В средней школе прошла масштабная битва хоров. Народное гуляние в честь весны и труда на площади возле районного дома культуры. Антикоррупционный диктант от общественной палаты. А еще экскурсия тазовских школьников на одно из самых больших газовых месторождений в мире. О важном и интересном в итоговой программе студии «Факт». Спорт на севере. В Тазовском прошли соревнования по дарцу и теннису в рамках региональных сельских игр среди шести муниципалитетов округа. Также состоялись еще два турнира по дарцу, окружной чемпионат и кубок «Заполярье». В течение трех дней ямальцы состязались на двух площадках – Тазовской спортивной и средней школах. Подробности в репортаже Екатерины Зайцевой. Добрый день, уважаемые друзья. Рада приветствовать вас на гостеприимной тазовской земле. Торжественное открытие, музыкальные номера и напутственные слова. Второй раз Тазовский район встречает гостей спортсменов из всех сельских муниципалитетов округа. Готовились, наверное, с момента того, как узнали про эти игры, что они к нам заходят. И подготовка начинается с чего? С мета, т.д. и т.п. и все документации. А потом уже конкретно за неделю, буквально до начала соревнования, уже идет конкретная подготовка к самим соревнованиям. Это инвентарь и все остальное. Когда на двери в комнате висит мишень, то в нее без стука никто не входит, шутят дартсмены. Это люди, которые тренируются и дома, и в зале. Без постоянной практики и интереса ничего не выйдет. Спортсмен Константин Зятьков всегда работает на результат. Это его первые соревнования в Тазовском. Выступает за команду Красноселькубского района. Настрой боевой. Готовы выигрывать всех, приехать. Пообщаться также интересно с другими соперниками из других районов, со спортсменами. Получить опыт игровой. Соответственно, тоже огромный плюс. Гармония мыслей и тела, желание постоянно ощущать азарт, быть в игре, прокачивать реакцию и быстроту принятия решений. Все это – настольный теннис. Данный вид спорта очень популярен в нашем районе среди взрослых и детей. Активно развивается уже четвертое десятилетие. Да в теннис-то, что сказать, со школьной скамьи играю. Как бы опыт есть. Ну, тренировки, вот, потренировались буквально две недели до соревнований. Она тебе завернула мяч, да? Ты подрезку делаешь короткую. Развернись, сделай продольную подрезку и тогда на сто процентов не возьмешь. Ерцелинка Татьяна Барангулова в Тазовском районе во второй раз. В настольном теннисе она уже полвека. Для команды всегда большая поддержка и самый лучший наставник. В этот спорт меня привел брат старший. Мне было на тот момент 9 лет. С 9 лет я так в теннис играю. Сама тренировала, работала в ЦВРе, в центрах внешкольной работы. Сама преподавала теннис, ездила на многие соревнования с детьми, со своими, с учениками. В рамках сельских игр спортсмены проводят как личные, так и парные, женские, парные, мужские и смешанные встречи. Теннисисты говорят, что очень рады такому формату. Ведь это возможность в полной мере показать свою техничность и продемонстрировать различные вариации ударов. Мы приехали из Пуровского района, конкретнее село Самбург. Это соседи, 60 километров от вас. Настрой, конечно, у нас всегда боевой. У нас самое спортивное село. Единственное огорчение, что мы приехали в неполном составе. Будем отдуваться за всех от альных. Сельские игры продолжались в течение дня. В настольном теннисе победу одержал Ямальский район. Тазовчане на втором месте. Третье у Шурышкарского района. В дарте золото у Красницелькубского района. Серебро у Ямальского и бронза у Тазовского. В последующие два дня дартсмены боролись за медали в личных и парных встречах в рамках окружного чемпионата и Кубка Заполярья. Больше всего наград забрали спортсмены из нашего муниципалитета. Екатерина Зайцева, Денис Михайлов, Студия Факт. Тысяча воспитанников, шесть направлений и неограниченные возможности для творческого роста. На базе средней школы прошли отчетный концерт и интерактивная выставка Тазовского районного дома творчества. Химические опыты, туристический лабиринт, а еще очень много театра и танцев. В репортаже программы. Эта выставка создавалась целый учебный год, а будет работать всего два часа. До начала отчетного концерта и после. По задумке организаторов, здесь максимум интерактива. Милана и Дамир Яр показывают всем желающим опыты. Лимонной кислотой выводят пятно от марганцовки. Здесь же горшки с микрозеленью. В этом естественно-научном кружке дважды в неделю занимаются 20 человек. Основные предметы – окружающий мир, биология, химия. Мы выращиваем для кроликов капусту или зелень и три микрозелени. Вырастешь кем будешь? Садовником. А ты кем будешь? Полицейским. Что нравится в Доме творчества? Расскажи, почему туда ходишь? Мне нравится, что там мы проводим опыты и веселимся. Районный Дом творчества – это шесть основных направлений. Социально-гуманитарное, естественно-научное, туристическое, краеведческое, спортивное, техническое и художественное. Последние два – самые популярные. У нас вообще, конечно, нынче очень большие амбициозные планы. У нас нынче мы выиграли несколько грантов. Это по мини-полигон «Турческая торопа». И в этом году мы стали обладателями гранта по лаборатории этнокультурного образования «Тасуява». В рамках последнего гранта в Доме творчества изготовят раскраски по мотивам сказок северных народов. А вот на мини-полигон юные туристы могут взглянуть здесь и сейчас. В жизни это лабиринты, спалок и сеток, виртуальной реальности – увлекательный квест. Дается ребенку карта и указываются точки, которые он должен найти. Точки, разбросанные в хаотичном порядке. И ребенку нужно соблюдать строго, потому что программа, потом, когда он возвращается на финиш, у нас есть такая программа, которая шла к этому лабиринту. Чип прикладывается к контрольному пункту и считывается. Там указывается время прохождения, очередность прохождения пунктов. Если ребенок выполнен не поочередно, то он автоматически снимается, его результат не засчитывается. Это уже отчетный концерт, театрализация по мотивам сказки «Алиса в стране чудес». Только ожидаемо девочка попадает в страну творчества. Детки получают художественное образование, знакомятся с разными видами творчества, с пользой проводят свой досуг. Я думаю, это немаловажно сегодня. Различные объединения дома творчества посещают около тысячи детей, в основном дошкольники и ученики Тазовской школы-интерната. Отчетный концерт – это 14 художественных номеров, танцы, бокал и эффектные дефиле. Театр для всех появился в детском саду «Олененок» районного центра. Это творческий проект специалиста дошкольного учреждения Натальи Богатыревой. Она стала создателем и режиссером первого спектакля «Объединение Браво». Постановку под названием «Комнатушка в четыре стола» актеры-любители представили своим коллегам. О чудесном перевоплощении воспитателей в артистов расскажем далее. До конца рабочего дня оставалось совсем немного, и мысли всех сотрудниц были уже далеки от производственных проблем. В пятницу вечер. Офис обычной компании в обычном городе. Именно здесь начинается история, за которой в ближайшие 40 минут будет следить зритель то с замиранием сердца, то с улыбкой и порой узнавая себя в героях сегодняшней постановки. Ну вы, Наталья Львовна, свое дело сделали. Положите ему в отчет на стол и домой. В пятницу пораньше уйти святое дело. Особенность – это, я думаю, что будет большая сложность, с которой справляются актеры. Это будет проходить в маленьком кабинете. Это практически камерный театр, где зрители сидят в этом кабинете, где происходит дело. Это очень сложно. «Комнатушка в четыре стола» – так называется иронический детектив мелодрама, написанная малоизвестным сценаристом Аленой Чубаровой и поставленная тазовским режиссером Натальей Богатыревой. В центре внимания взаимоотношения коллег от исключительно профессиональных до максимально личных. Четыре сотрудницы, один начальник. Он то пытается вернуть ветреную жену, то проводит собственное расследование в поисках пропавшей крупной суммы денег. Если одна из вас сейчас признается и исправит эту огромную глупость, а я сознательно называю это глупостью, чтобы облегчить признание, так вот, если это произойдет прямо сейчас, я обещаю, что ничего и никогда не будет известно за пределами нашей фирмы. В списке подозреваемых все обитатели «Комнатушки в четыре стола», каждая со своей историей, характером и мотивом преступления. Вот, к примеру, молоденькая легкомысленная Мура. У нее много поклонников и мало денег. В жизни Мура – воспитатель олененка Анастасия Бардакова. Сегодня ее актерский дебют, говорит, на предложение сыграть эту роль. Согласилась легко и быстро. Во-первых, это хорошая компания и положительные эмоции, даже и на репетициях, и на выступлении. И также, да, приобретение опыта, даже выступление на публике, можно так сказать. Поэтому это много плюсов имеет. Еще одна героиня – Наталья Львовна. За пределами театральных подмостков – младший воспитатель Виктория Журбенко. В детском саду работает почти 30 лет. Признается, за это время сыграла на утренниках десятки самых разных ролей. А потом и сегодня почти не волнуется. Но вы же экономите на налогах, иначе фирма разорится. Вы на работу берете с таким условием, что деньги в конверте. Живаться мне было не тяжело, легко, потому что я играю свой возраст, свой психотип человека. Я такая, какая я есть, вот такой мой герой. Это женщина предпенсионного возраста, которая уже, может быть, и ушла бы на пенсию, но пока еще не хочет уходить на пенсию. Идея создать театр для всех появилась у режиссера постановки уже давно. И именно здесь, в детском саду Олененок, она и воплотилась в жизнь. Так появился любительский театр «Браво», где свою роль может сыграть каждый сотрудник и каждый воспитанник. В качестве зрителя на дебютном спектакле не только коллеги, но и профессионал театрального искусства, режиссер Татьяна Воробьева. Значит, как зрителя мне очень понравилось, очень держала напряжение весь спектакль, вот эта атмосфера. Вот, как режиссера хочу сказать, им веришь. Веришь, что вот герою главному, что вот этим всем девчонкам. Ты смотришь, и такое ощущение, знаете, как в детстве мы ставили маленькие были спектакли. У нас занавес был, простыня на этих прищепках, а зрители во дворе сидели на стульчиках. Вот так все. И здесь. Как будто это не спектакль, как будто это не действие, не выученные слова заранее, а как будто сидишь и смотришь вот в кабинете, как вот эти все диалоги. Я получила огромное удовольствие. Ироничные диалоги, искренние эмоции, трогательная развязка. Этот спектакль оставляет после себя приятное послевкусие, как хорошо проведенный пятничный вечер, завершение долгой рабочей недели. Юлия Гурьянова, Максим Епишин, Студия «Факт». Я желаю вам хорошего пятничного вечера и от лица всего коллектива студии «Факт» поздравляю с предстоящим праздником, Днем Великой Победы. Добра вам и мира! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok